Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск! Перед нашими глазами происходит настоящий переворот, целью которого является наша свобода. Но большинство людей, к сожалению, даже не в состоянии это заметить. Вчера на ежегодной встрече Международный валютный фонд, Банк Международных расчетов и управляющий ФРС США Джером Пауэлл обсуждали цифровые валюты центральных банков. Для начала я хочу указать вам на то, что я нашел на сайте БМР. Здесь сказано, что Банк Международных расчетов формирует стратегическое партнерство с Федеральной резервной системой. Инновационный хаб БМР, о котором мы уже с вами несколько раз говорили, по словам Агустина Карстенса, является инвестицией в будущее центральных банков и финансовой системы. Он позволит значительно расширить охват центральных банков, а также создать глобальную силу для того, что они называют инновацией в сфере финансовых технологий. На самом деле, по секрету вам скажу, они пытаются сделать самый большой монетарный переворот. Они готовят самые значительные изменения, можно сказать, в истории финансовых систем. Что же это означает и как это отобразится на биткоине? Я думаю, это тот случай, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Думаю, не важно, что они собираются сделать. Как говорится, все дороги ведут в Рим, а в нашем случае все их действия приведут только к подорожанию биткоина. Потому что биткоин это как развилка от основной дороги, которая ведет нас к их новой финансовой системе. Это видео просто must have в арсенале любого биткоинера. Поэтому не забудьте поддержать меня лайком, мне всегда очень приятно. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. Это помогает каналу и видео быть замеченным алгоритмами Ютуба. Давайте начнем с этих людей, которые и принимают решения за нас. Все эти люди ответственны за то, что происходит в финансовом мире и что с ним будет происходить дальше. Теперь они обсуждают цифровые валюты центральных банков для трансграничных платежей. Они говорят, что это сделает финансовую жизнь проще. И да, это действительно упростит платежи, но хотелось бы, чтобы они были хотя бы немного технически подкованы, чтобы понимать, с чем они вообще связались и насчет чего они принимают решения. Хотелось бы, чтобы судьба финансовой системы находилась в руках у тех, кто может поддерживать хотя бы качество звука на надлежащем уровне. Я достаточно хорошо знаю английский язык, но не понял практически ничего. Напишите в комментариях, возможно, вы смогли разобрать хоть что-нибудь. Теперь, когда мы точно знаем, на что способны эти люди в техническом плане, давайте послушаем Кристаллину из МВФ. Она скажет что-то действительно интересное. Я обычно говорила, что будущее будет цифровым. До тех пор, пока не поняла, что будущее уже наступило. Джером, ты помог мне осознать это. Летом ты сказал мне, что не хочешь однажды проснуться и понять, что доллар больше не мировая резервная валюта, потому что мы только что пропустили технологический сдвиг. Я уверена, этого не произойдет, пока ты возглавляешь ФРС. То, что она только что сказала, просто потрясает. Ты не хочешь проснуться и осознать, что доллар больше не так силен, как раньше и вообще не является мировой резервной валютой. Даже интересно, что на это скажет Джером. Ведь если эти новые технологии могут быть угрозой для статуса доллара, то он явно будет не в восторге, не так ли? Смысл этого тезиса заключался в том, что мы обязаны находиться во главе политических и технологических инноваций. Например, платежи, трансграничные переводы, ЦВЦБ и все остальные эти вещи. По идее, все это нужно сделать быстро. Но я думаю, что это одна из тех вещей, в которых Соединенные Штаты должны сделать все правильно, а не сделать все первыми. Как вы можете понять, Джером не спешит, но хочет сделать все правильно. Даже интересно, что означает правильно, для кого правильно и как это может повлиять на биткоин. Я нашел это видео Рауля Паля. Это очень важный ролик, в котором Рауль рассказывает, как вообще будет работать эта финансовая система, что означают слова председателя ФРС США и как это отобразится на криптовалюте. Ведь по его словам, биткоин так или иначе тоже находится рядом с фискальной и монетарной политикой. Той, которой мы ее знаем и той, которая приходит на смену существующей парадигме. Я советую вам посмотреть этот ролик полностью, но сегодня я покажу лишь несколько отрывков. Понимаете, это будет очень хороший способ решить множество мировых проблем. Это решает проблемы SWIFT, это решает проблемы рынков капитала, это решает вопрос доставки денег нуждающимся. Центральные банки смогут полностью изменить то, как деньги и монетарная политика работают, и фискальная политика тоже, потому что они смогут избирательно работать с разными людьми разными способами. Они смогут, например, наказать бумера, который накапливает деньги с помощью отрицательных ставок, потому что они захотят вернуть эти деньги обратно в экономику. Они смогут дать студентам плюсовые ставки, чтобы наоборот стимулировать их сохранять деньги. Они могут изменить буквально всё. Такова экономика бихевиористов и стимулирующих систем. Так что правительства, имея большие базы данных, смогут найти тех, кого нужно стимулировать в какой-либо момент времени. И делать это они смогут динамично. Это будет глобальный структурный сдвиг в экономике и макроэкономике. На самом деле это не так уж и плохо звучит, но есть кое-что в этой формуле, что меня лично напрягает. То, что за всё это придётся заплатить некоторыми свободами. Вашими свободами. Потому что в такой системе они смогут увидеть абсолютно всё, что вы делаете, и даже смогут диктовать вам то, что вы будете впоследствии делать. В противном случае вы просто окажетесь вне финансовой системы. Конечно, этого ещё не произошло, но у нас уже есть вторая финансовая альтернативная система. Пока не подконтрольная. Мы ещё поговорим об этом. Но давайте поговорим о рисках. Точнее, послушаем Рауля. Никто к этому не готов. Никто из нас не знает, что это значит. Это будет подано как целая куча хороших вещей. И я думаю, что в этом будет много чего хорошего. Я думаю, что это элегантное решение наших проблем. Но элегантные решения правительств и центральных банков приводят к неминуемым последствиям. Проблема в том, что для принятия этой новой системы придётся пожертвовать своей свободой. Любая ваша транзакция, когда-либо сделанная, будет записана навсегда. Это означает, что они смогут обложить вас налогами на любом уровне транзакций, даже если это чаевые вашему садовнику. Но это же круто, не так ли? Мы сможем избавиться от налогового управления и от всех налоговых служб, потому что налогообложение будет прямым. Это хорошо, но опять же, вы теряете ту свободу, которая вам давала наличность. Впрочем, у нас и сегодня свобод не так уж и много. Рост Фейсбука и Гугла привёл к тому, что они манипулируют нами сутками напролёт в своих собственных экономических целях или в интересах своих рекламодателей. А правительство, что ж, они делают то же самое. Они используют адаптированную поведенческую экономику, и они придумают ещё больше способов. И тогда у нас останется совсем мало анонимности. Поэтому есть и позитив, и негатив. Но это в любом случае случится. И когда случится, то изменит всё. Ещё мы увидим такое печатание денег, которого не видели даже в этом году. Единственное, что сдерживает Центробанки от печатания ещё большего количества денег, это инфляция. Но вспомните, что инфляцию принято измерять по отношению к другим валютам. Например, доллар по отношению к фунту. Если долларов печатают бесконечно много, фунт укрепляется по отношению к доллару. При условии, что фунт будет печататься в меньших количествах. То, к чему они хотят привести нас, это одновременное печатание всех этих станков, чтобы на рынке не было такой волатильности курсов валют по отношению друг к другу. Но к чему это приводит в итоге? К инфляции не просто доллара или отдельной валюты, а всей фиатной системы. А теперь задумайтесь, биткоин нельзя напечатать ещё больше, чем положено. А фиатная система раздувается постоянно. К чему это приведёт? Вопрос риторический. МВФ точно дал понять, что они договариваются о массивном стимулировании множеством стран и центральных банков одновременно. Когда все будут печатать деньги одновременно, мы не увидим большие прыжки курсов валют. Звучит мило, да? Но что мы получим, это обесценивание всей фиатно-валютной системы. И мы видим это. Я наблюдаю за курсом золота по отношению к 27 мировым валютам, и оно показывает себя невероятно хорошо. Чем больше денег печатают, тем выше курс золота по отношению к этим валютам. А биткоин показывает себя даже ещё лучше. Рауль тонко намекает на то, что биткоин — это дорога, которая позволит нам свернуть с намеченного ими пути. Биткоин — это фактически дверь, выход из всего, что эти люди нам готовят. И биткоин будто бы возвращает нам наше благосостояние. И самое главное — возможность пользоваться им как угодно, и при этом анонимно. И это прекрасно. И пока я говорю об этом, биткоин штурмует 12 тысяч долларов. Думаю, чем больше мы будем видеть рост биткоина, тем больше эти люди будут встречаться, что-то обсуждать и пытаться взять не только нас под полный контроль, но и сам биткоин. И я думаю, это дорога, ведущая к биткоину за миллион баксов. Но нам предстоит ещё длинный путь. Некоторые люди говорят, что если центральные банки получат цифровую валюту, то зачем нам нужен биткоин? Помните о платёжной системе. Биткоин справляется с этим невероятно хорошо. Немного медленно, чем он потенциально может, но вместе с развитием он придёт к лучшему. Но нет ничего, что могло бы быть таким же резервным активом, как биткоин. Практически ничего, даже золото. Биткоин настолько экстраординарен и инновационный, что мы даже не представляем, куда он придёт. И когда мы говорим о биткоине, мы можем упомянуть и другие аспекты экосистемы цифровых активов. Они никуда не денутся. Мы вызвали джина из бутылки. Цифровизация, токенизация, всё это идёт. Поэтому платёжные системы и способы платить изменятся масштабно. Всё, что мы понимаем, это то, что это будет самой большой революцией денег. Как интернет был для почты, видео, шопинга, коммерции и всего остального. Интернет изменил мир, в котором мы живём. Вот какой масштаб прячется в криптовалютах. А цифровая валюта центрального банка это только часть этой экосистемы. Очень хорошо, я думаю, если вы владеете биткоином. Очень хорошо, если золотом. Я думаю, золото это выход для сомневающихся в будущем биткоине. Но я готов рискнуть в биткоине. Я думаю, он вырастет намного больше. И я действительно верю, что биткоин это тот таракан, которого невозможно убить. Биткоин это нечто столь могущественное, что даже правительство не смогли не просто игнорировать, но и взять над ним контроль. Биткоин это наш спасительный плод. Даже я, упоротый биткоинер, не мог бы сказать лучше. Давайте вернёмся к этим ребятам. Джером Пауэлл говорит, что он не спешит с ЦВЦБ. Вы правда думаете, что они ещё не готовы? Что у них ещё нет цифровой валюты? Что они не строят инфраструктуру под эту валюту? Думаете, они просто позволят китайцам всё это развить? Взять лидерство, оставляя Соединённые Штаты на пенсии? Конечно же нет. Посмотрите, сколько стран и политических союзов работают над созданием своих цифровых валют. Даже мы в Украине тестируем пилотную версию нашей собственной цифровой валюты, нашего собственного Центрального банка. Россия тоже. Поэтому, если вы смотрите это видео и думаете, ну это где-то в Китае или США, то очнитесь, это уже здесь, у нас. Банк России анонсировал цифровой рубль. Национальный банк Украины работает над проектом электронная гривна, а-ля цифровая гривна. Это всё касается и нас тоже. Поэтому и США не будут просто стоять и смотреть, ждать, когда это будет сделано правильно, по словам Джерома Пауэлла. Я думаю, они не столь наивны и просты, какими хотят казаться. Посмотрите хотя бы на это. Люди в Китае уже получают цифровые юани для теста. Это и интересно, и страшно в одно и то же время. Этот парень получил аэрдроп цифра юани и пошёл в магазин сделать свою первую покупку за цифровую валюту Центрального банка. Здесь в каждом доме мы используем в первую очередь в первую очередь в цифровую валюту. 200 евро. Вот, смотрите, как это выходит. Сан-хва, выходит. Он выглядит счастливым, ведь он получил какую-то сумму денег на телефон в цифровых юанях И смог купить что-то практически на халяву, не тратя собственных денег. Но улыбка с его лица сойдет, когда он вникнет в тему и узнает, что теперь правительство фактически видит его насквозь, чуть ли не в буквальном смысле. Вот такая история. А если вы хотите быть в курсе последних событий в мире цифровых активов, обязательно подпишитесь на мой канал, где я стараюсь ежедневно публиковать новые ролики уже на протяжении почти трех лет. Нажмите на лайк для поддержки моего канала, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok